Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2562. Ваше Святейшество. Обсуждение кандидатур возможных преемников во время болезни руководителя, конечно, неэтично и особенно чувствительно для этого человека. Однако, сама-то проблема преемственности существует для нашей Церкви? Ответ Патриарха Алексея II. Что касается проблемы Патриаршей преемственности, то для Церкви она определена каноническим правом. Никаких назначений, завещаний и преемств быть не может. Исключение было только во времена Патриарха Тихона, в эпоху жесточайших гонений, когда стало ясно, что русской церкви не удастся провести выборы. Могли быть какие-то разговоры о преемниках в советское время, когда государство жестко контролировало церковь, и Совет по делам религии практически участвовал в выборах Патриарха. Но первые же свободные выборы 90-го года дали неожиданный для многих результат, когда я был избран Патриархом. И сам я совершенно не рассчитывал на это, и думаю, моя кандидатура не была бы одобрена Советом по делам религий. У них была другая кандидатура. А следующего Патриарха изберет, когда придет время, поместный собор. Нет смысла и оснований гадать, кто им будет, но очевидно, некоторое его качество ему должно быть не менее 40 лет, он должен быть архиереем русской православной церкви, иметь высшее богословское образование, иметь опыт управления епархией, быть уважаемым в церкви и иметь, как сказано апостолом Павлом, добрые свидетельства от внешних, то есть пользоваться уважением общества и государства. Сама процедура избрания разработана детально, и никаких оснований для интриги, спекуляций тут нет. Попытки найти здесь какую-то скандальность, это искривленная проекция светского общества на церковную жизнь. Электронный адрес конец цитаты Отвечает Игнатий Лапкин Впереди, сколько качеств будущего патриарха перечислял, ни разу не сослался на Библию. И только в конце, сказав о мнении внешних, вспомнил Павла. Если бы по этим качествам, параметрам избирал Христос, то ни одного апостола не было бы. Все это выдумка функционеров Кремлевского покроя. Как ЦК КПСС избирать будут? А вот как апостолы избирали. Даже совсем уж малознающий человек увидит огромную разницу требований Господа Бога к кандидату и сегодняшних горе-пастырей, вернее лже-пастырей. Деяния святых апостолов, 6 глава, 3 стих. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. Деяния святых апостолов, 1 глава, 21 стих, 22 стих. Итак, надо, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. Конец цитаты. Патриарх Ридигер говорит превратно, не по слову Божию, и ему никто не возразил. Значит, Иоанна Богослова не избрали бы, малолетка. Петра не избрали бы, не окончил академию. Мытаря Матфея тоже обошли бы, отца граждан нехорошая репутация мытаря. Государство не совсем согласно с избранием Савла. Деяния святых апостолов, 20 глава, 30 стих. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Конец цитаты. Когда апостол Павел говорит о внешних, это речь идет не о власти. Власть безбожная ловила и убивала кандидатов, как при советской власти заместителей патриарха Тихона. Она о рукоположенных не должна знать. Говорится не о членах церкви, но о невраждебных ей людях, чтобы кандидат и с соседями жил мирно, был нравственно на высоте. 1 Тимофею, 3, 2, 7 стих. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Редактор субтитров А.Семкин